Три родильных дома, ни один не закрылся, не погиб, люди не остались без работы, смогли заключить договора с Национальной службой здоровья Украины. Ведь, ну, вы все слышали, что за роды идет 8 тысяч, там, 140, все думают, ну, беременные, что это просто деньги идут родильному дому сверху, но это деньги не сверху, это зарплата тех, кто принимает участие в этих родах. То есть, если бы не заключили пакетные услуги, платить было бы нечем. Это вот фактически, это зарплата и небольшое количество медикаментов, которые туда заложены, которые находятся в Национальном ПРВК. Еще что я хочу сказать. Только в одном нашем городе Запорожье существует программа, которая была утверждена городским советом по кровеостанавливающим препаратам. Это препараты дорогостоящие, которые помогают остановить кровотечение во время родов. Ведь, как известно по мировой статистике, что материнская смертность на первом месте – это акушерское кровотечение. Поэтому в городе Запорожье для каждого родильного дома отдельно закупаются дорогостоящие препараты, чтобы родильный дом мог снизить процент материнской смертности. Все с этим и наборятся. Это реально единственный город в Украине, который это делает. Пожалуйста, следующий слайд. Это во всех акушерских стационарах города. Это реально наши фотографии наших родильных домов, просто различных. Проводятся индивидуальные семейные родзалы, в которых проведены в среднем год 94 партнерских и семейных родов. У нас есть палаты повышенного комфорта, где мама сразу может, ну, которая уже родила, находиться со своим ребенком, с мужем или с мамой, чтобы ей помогали. Есть доступ к родильницам постоянно, их родственники могут приходить их проведывать. Дальше я… не спешите, верните, пожалуйста, слайды на родильный дом номер 9, в следующий слайд. Хотела показать, вот как выглядят внутри наши родильные дома. Я знаю, что всем нравится картинка. Вот красивый перинатальный центр, у них красивый фасад. Но у наших родильных домов запланировано, что в течение следующих 5 лет будут точно такие красивые фасады. Внутри родильные дома города Запорожья по своей красоте уже ничем не уступают, а по оборудованию, по его более… оно новое, оно более современное. Потому что перинатальный центр открывался в 2013 году, и материально-техническая база его не обновлялась. А в городе Запорожье городские родильные дома, база обновлялась в 2017 году, и очень много обновилось в 2020 году. Поэтому перинатальный центр идите по показаниям. Так рожайте в наших городских родильных домах, потому что они более безопасны. Вот показываю вам 9-й родильный дом. Всегда, когда туда приезжаю, мне нравится их настолько вот он светлый, он теплый, он какой-то домашний, он со своей аурой, со своими традициями. Вот каждый раз, когда я там побываю, я оттуда выхожу, и я очень умиротворенная. Мне приятно там быть, и я знаю, что там безопасно. Когда я приезжаю в 3-й родильный дом, пожалуйста, покажите нам 3-й родильный дом. Это 9-й, смотрите, как все красиво. Вот, ну вот, отдельная палата, все очень красиво, все по-европейски. Все наши родильные дома соответствуют европейским. То есть европейский, Европа уже, в принципе, мы давно работаем по европейским стандартам. Вот 3-й родильный дом. В нем тоже всегда уютно и всегда хорошо. Там всегда такой, в каждом родильном доме нашем, высоко квалифицированный потенциал. Всегда идет сотрудничество друг с другом. То есть, ну, вы чтобы понимали, что у нас нет даже конкуренции между родильными домами, потому что мы всегда советуемся по пациентам тяжелым, по каким-то проведениям тренингов. Ведь мы все время обучаемся, все время проходим. Вот смотрите, какие индивидуальные палаты в 3-м родильном доме красиво. Сейчас перейдем, покажу вам еще 4-й родильный дом. Ну, здесь больше, вы видите, акцент на оборудовании, да. Вот эти все вот открытые реанимационные системы для деток. Вот это вот фитальный доплер, ниже фотография, которая дает возможность понять сразу, что, как внутриутробно чувствует себя ребенок, какую тактику избрать в бушеру-гинекологу. И он рассчитан, причем не только на одноплодную беременность, что редко бывает, он рассчитан сразу на двойню. Таких доплеров в Украине вообще очень мало, а у нас в городе они есть, в каждом родильном доме. Вот так выглядит обычный на сегодня родзал. Обратите внимание, вот кресло-трансформер. Уже давно нет обычных кресел. Это вот обыкновенное кресло-трансформер, лампа, стенка, слинг. Вот так выглядит доктор-педиатр, допустим. Лампы, фототерапия. Это все находится в наших родильных домах. Пожалуйста, следующий слайд. Это вы видите лапароскопическую стойку. То есть не надо думать, что в родильных домах не проводится лапароскопия. То есть родильные дома города Запорожье идут очень современно и разработаны свои технологии, заключены свои патенты в плане лапароскопических операций. Поэтому как можно больше информировать людей, что не надо никуда уезжать, все есть в городе. И это все можно сделать быстро, и не надо терять время, и запускать процесс болезни. Ведь понятно, что легче профилактировать, чем потом начинать лечить. Если можно дальше. Теперь хочу рассказать немножко о женских консультациях. Запланировано на будущие 5 лет ремонт женских консультаций. Вот сейчас я вам показываю фотографии реальные женской консультации Заводского района. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько яркая, красивая, насколько свежий ремонт. Там же такое же современное оборудование. Можно следующий слайд посмотрим женскую консультацию. У них вот внизу, смотрите, есть даже койки дневного стационара. Как выглядит на сегодня женская консультация Заводского района, где в полном объеме каждая женщина может прийти и получить помощь, потому что эта консультация заключила договор с НСЗУ и амбулаторный пакет помощи у них есть. Смотрим дальше. Ну, а это консультация там, где я работаю, кто знает меня как доктора. Напомню немножко, это консультация на Трегубенко. Это было тоже большое горе, когда открывался перинатальный центр. И была красивая консультация Вознесеновского района на бульваре Шевченко. И когда отдали это здание под перинатальный центр, куда-то надо было выселить женщин Вознесеновского района. Это были тяжелые времена. Сколько пришлось мне пройти, сколько пришлось мне написать обращений, сколько сходить на комиссии здравоохранения, сколько раз сходить к мэру. Для того, чтобы выделили день, это было консультацией уже четыре с половиной года, никогда раньше столько не выделяли на ремонты женских консультаций. То есть выделили деньги на ремонт. Это полгода моих хождений, обвиваний порогов, просьб. Уже мы думали на мигинг с женщинами выходить, потому что женщины это сила, я считаю. Женщины всегда могут поддержать женщину и понять друг друга нам ближе. Но вот консультация есть. Она прекрасная, светлая. И вы знаете, когда к нам заходят те, кто еще у нас не был, говорят, что частные центры, вот они когда видят ремонт, мы говорим, нет, обычная государственная консультация. Ну и, пожалуйста, это коллектив нашей консультации. И сейчас немножко хочу сделать анонс. Пожалуйста, следующий слайд. Это консультация, которая, вы видите, впервые, это уже как презентацию вам делают, тоже свежесделанный ремонт, которая открылась на базе 4-го родильного дома. Родильного дома 4-го было 3 консультации, и все они были по разным местам. Одна была на Осипенковском, одна была на Маршала Чайкова, сейчас она улица по-другому называется, и одна была вот здесь на Трегубинка. И теперь на территории родильного дома открылась современная, посмотрите, какой ремонт шикарный, современным оборудованием, женская консультация, что будет намного удобнее женщине прийти в родильный дом, пройти обследование, ну и уже познакомиться с тем, как будет она рожать. Потому что я знаю, что 4-й родильный дом каждый четверг проводит день открытых дверей. Это экскурсия, куда приезжают мамы с папами, идут вместе, смотрят, начиная с приемного покоя и заканчивая послеродовыми палатами, и родзалами показывают, ну чтобы потом было не так страшно, когда уже приедут в родах, да, уже все боятся, а до родов вроде бы все так подготовились, и не так страшно. Ну, и, наверное, в конце своего выступления хотела бы немножко сказать о том, что первое, это не забывайте о профилактике. Мы не в Америке, которая пока там идет страховая медицина, раз в 5 лет приходят на проверку, мы можем принимать вас раз в год, то есть на профилактику приходите, мы всегда будем рады, потому что профилактика – это залог здоровья. И о подростках. Не забывайте немножко, пару слов скажу, вирус подбелома человека. О нем можно много спорить, есть разные пути там его лечения, одни школа американская, европейская, нужно лечить, не нужно лечить. Но прежде чем спорить, давайте подумаем о том, что дети – это наше будущее. И от вируса подбелома человека на сегодняшний день в мире существует очень много вакцин. Двухвалентные, четырехвалентные, шести, девятивалентные. Желательно привить своего ребенка за год до начала половой жизни. Один раз на всю жизнь. И вы ему подарите здоровье, то есть снизите процент заболевания рака. У нас во всех женских консультациях открыты кабинеты вакцинации. В европейских странах эти прививки вируса подбелома человека войдут в календарь прививок деток. Но у нас такого нет. Это я вам просто даю информацию для того, чтобы вы сами заботились о будущем своих деток. Ну а пока благодарю вас за внимание. Не буду задерживать, потому что выступать я очень люблю. Если будут какие-то вопросы, я буду на стендах родильных домов. Вы всегда можете ко мне подойти. Меняемся контактами. И я отвечу на все ваши вопросы. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Мы продолжаем. И хочу объявить себя. Встреченка Юлия Васильевна. Перинатальный психолог четвертого родильного дома. И мой доклад будет на тему «Психологическая поддержка семьи от зачатия до родов». И я хочу показать слайд. Это мои детки. Мы уже взрослые. Своего первого сына 17 лет назад я рожала в четвертом родильном доме. И вот так судьба сложилась, что сейчас я в этом роддоме работаю. И бесгранично благодарю каждого сотрудника. Об этом немножечко попозже расскажу. И на этой фотографии есть еще первый мой учитель. Он доктор Мишель Аден. Французский акушер-гинеколог. И с него именно начинался мой путь в перинатальную психологию. Можно следующий слайд? Я очень хочу начать с того, что до беременности желательно начинать готовиться еще до зачатия. И у каждого из нас есть какие-то возможно страхи, возможно переживания. Возможно какой-то негативный опыт. И очень важно перед началом беременности, если вы задумываетесь о том, чтобы стать мамой, посетить врачей, акушеров-гинекологов, сдать необходимые анализы и посетить психологов. Потому что здесь нарисованный желтый слон. И иногда так и происходит, когда мы говорим не думай о желтом слоне. Не думай какие у него ушки, какой у него хобот. И вообще желтый слон, даже не представляй какой он. Так часто происходит, когда есть какой-то негативный опыт, есть страх, есть переживания. Женщины стараются об этом не думать. Но чем больше они об этом не думают, тем их тело находится в состоянии сжатия, напряжения. А беременность это про состояние. И здесь есть такая волшебная фраза о том, что счастье это состояние. И очень важно понимать, что счастье наше, оно не зависит от того, что происходит рядом, что мы слышим, а то, что мы чувствуем. Поэтому я вас искренне приглашаю, если вы готовитесь к зачатию, если вы готовитесь стать мамой, прийти, поговорить, настроиться, пройти, сдать необходимые анализы, настроиться и физически, и психологически. Пожалуйста, следующий слой. И здесь очень много фотографий. Это наши фотографии, наших девочек. И здесь есть такая фраза о том, что беременность это не болезнь, но особое состояние. И я сейчас очень хочу, чтобы вы обратили на нее внимание. Потому что действительно беременность не болезнь, но это особое состояние. И оно особенное в том, что нет разделения. Здесь мама, а здесь малыш. Малыш чувствует все через маму. Это его первая вселенная, первый мир. И очень важно, чтобы к вашему малышу поступала не только полезная еда, но и полезные мысли и состояния. И здесь вы можете увидеть, на территории 4-го родильного дома, это у нас пение-терапия. У нас есть прекрасная Виктория Абутко, где мы собираемся с мамочками беременными, с детками, и мы поем, потому что очень важно, через голос приходит состояние. Мы рисуем, и буквально совсем скоро планируется восстановить. У нас были клубы, где мы встречались раз в неделю с мамами от зачатия до рождения малыша, где мы работали с арт-терапией и с разными техниками, настройками для того, чтобы действительно беременность была максимально комфортная и такая сказочная. Следующий слайд. И здесь опять идет про поддержку от зачатия до родов. И здесь есть такая фотография, она не очень хорошего качества, но для меня она очень ценна. На ней рождение уже малыша, и этот малыш мог и не появиться в этом мире, потому что у мамы была сложная ситуация, она была очень молодого возраста. И мы, правда, ее поддерживали от самого зачатия. Я была рядышком с ней в родах, этот ребенок уже идет в садик. Когда мы смотрим на этих деток, мы понимаем, ради чего мы все это делаем. Есть специально записанные диски для медитации в период беременности, подготовки к родам. И у нас есть школа мам, сейчас будет следующий слайд, где мы не просто готовимся. Я вообще считаю, что к родам особо готовиться не нужно, потому что наше мудрое тело, оно все знает, оно все умеет. У нас просто есть голова, которая нам мешает, которая имеет много опыта, когда мы его еще ни разу не проживали, но, может, так много о нем знаем. А у нас есть какие-то страхи, у нас есть какие-то опасения, у нас есть какие-то чужие истории, которые особо к нам имеют отношение, но мы их все держим в голове. И вот, готовясь к родам, подготовка – это не про то, что мы учим 25 видов дыхания или какие-то специальные упражнения, потому что в родах это все не работает. Головной мозг не аккорд как-то он отключает, и если тело не чувствует, очень сложно войти в состояние. Поэтому у нас, правда, школы проходят очень весело, очень много разговариваем о том, что уже слышали, и очень много практикуем. Это наши совсем недавние школы. Кто-то уже родился совсем недавно, кто-то еще вот-вот предстоит. И если вы находитесь в прекрасном положении беременности, искренне вас приглашаю, у нас, правда, там весело, очень классно. Следующий слайд, пожалуйста. Роды – это не экзамен, и это про то, что не относитесь к родам, как сдала или не сдала. Роды – это продолжение вашей беременности, и роды – это начало вашего материнства. Людмила Аркадьевна Ковалева говорила такую фразу о том, что как только вы узнали о том, что вы стали мамой, вы уже стали мамой и папой. А вот когда вы родите, вы станете родителями. И очень важно понимать, что это один путь – беременность, рождение малыша, родительство и материнство. И важно его проходить поэтапно. Не нужно в начале беременности готовиться уже к родам, а важно все-таки быть в состоянии сообщения с малышом, чувствовать себя и к родам подходить осознанно. Потому что роды – это не экзамен, но очень важно, что чувствует мама, потому что именно мама помогает своему малышу. И я благодарю 4-й родительный дом за возможность партнерских родов, за то, что правда это нужно видеть, это нужно чувствовать. Когда мама есть на кого опереться, когда, возможно, это просто голосом, возможно, это просто где-то водички подать, но эта помощь неоценима. И очень хорошо, когда в школу с разознательного родительства приходят папы, это очень ценно. И многие приходят, правда, говорят, а что я буду там слушать? Ну, отвезда и все. Но когда проходят пару занятий, они садятся и они действительно говорят, а как же она там сама? Очень важно, чтобы вы были рядышком, очень важно, чтобы вы, не важно, где вы будете, может, в коридоре, может, на улице будете гулять, но женщина будет знать, что вы все равно рядышком, и вы ее поддерживаете. Можно следующий слайд? Здесь нет фотографий, но просто знайте, что у нас тоже такое есть. Оно называется «Беспечные мисцы». И здесь прекрасные люди, которые были во Львове, в Соединенные Штаты Америки, они приезжали с обучением. Возможно, у вас будут какие-то истории ваших знакомых, которые потеряли детей. И, возможно, это где-то в период беременности или на любом этапе. И здесь тоже нужна поддержка. Нужна психологическая поддержка, просто знайте, что такое есть. И можно позвонить по телефону. И иногда поддержка нужна даже тем, кто находится рядом, родителям, знакомым. Просто если вы слышите такие истории, знайте, что у нас это есть. Можно сходить, что садится. Это про то, что у нас проводятся действительно классные мероприятия. И, к сожалению, многие уже их по факту говорят, «Вау, у вас это было, это было». Правда, у нас все время что-то проходит. И вот эти фотографии нижние – это пикники для беременных, которые уже второй год мы проводим на территории 4-го родильного дома, где есть много спикеров, где выступают с докладами врачи, где есть фотографы, где мы рисуем на животиках. Это правда очень весело, классно. И сегодня тоже для вас работают фотографы, и сегодня будут тоже мастер-классы. Поэтому все вкусное, самое интересное мы постарались собрать сегодня для вас. А вот эта вот фотография в нижнем углу – это тоже этот декабрь, это 2017 год. Это тоже было мероприятие для беременных. И планируем сделать разного формата с разными выступающими, с разными спикерами на разные ответы. Поэтому очень активно, и, конечно же, очень нужна ваша поддержка, чтобы вы говорили, что вам еще хочется для того, чтобы маму были действительно полезными для вас. Можно следующий слайд? Это наши фотографии, это наши мамочки. Это о том, что мы не просто ведем все беременности, от зачатия до родов, но и после рождения мы продолжаем встречаться. И вот эта нижняя фотография, я хочу поблагодарить, я не знаю, если на сале или нет, Юлия Яровая, это консультант по грудному скармливанию. И это молочный пикник, где собрались мамы, кормили грудью, и это было очень душевно, классно. Это Анна Горбач, слингоконсультант. Мы встречались на тему слингов. Мы продолжаем встречаться, у нас разные другие темы, которые уже интересны мамам после родов. Поэтому действительно много. И у нас есть сайт четвертого родильного дома, у нас есть группа в Инстаграме, у нас есть группа в Фейсбуке, у нас уже есть Ютуб. Поэтому следите за анонсами, правда, очень много, что проводится. Можно следующий слайд? На этом слайде, он завершающий слайд, и здесь нарисован круассан. И я очень хочу, чтобы вы на минутку задумались, что на основе простого круассана, когда мы его покупали, мы его так быстро съедаем. Но мы даже ни разу не задумывались о том, что за одним маленьким круассаном стоит огромное количество людей. Кто-то встал рано утром и замесил тесто. Кто-то пришел и убрал помещение, где готовился этот круассан. Кто-то приготовил начинку, а кто-то сделал из него форму. И также за каждой беременной, за каждой историей стоит огромная команда людей, которых вы не видите, но просто знаете, что они каждый, это маленький пазм, большой вашей красивой картины, картины под названием «Беременность». Я вам искренне желаю всем красивой беременности, счастливой беременности, потому что вы целый мир, целая вселенная для вашего малыша. Будьте счастливы, будьте осознанными. Постарайтесь просто наслаждаться, постарайтесь максимум получать удовольствие и помните, что счастье – это состояние. Я хочу поблагодарить сейчас каждый пазлик нашей красивой картины, которая сегодня рождается, фестиваль «Здоровая рутына», потому что, правда, очень-очень много людей помогали и создавали это мероприятие для вас. У нас там есть очень много подарков, поэтому если вы еще не зарегистрировались, на этаже там стоит лототрон, нужно записать свою фамилию, имя, номер телефона и поучаствовать в розыгрыше. Подарков очень много. Я хочу напомнить про то, что на втором этаже у нас работают аниматоры. Вы можете отвезти туда деток, с ними порисуют, поиграют, делают различные мастер-классы, поделочки. У нас на первом этаже работают специалисты от салона «Аделина». Можно сделать прически. Мы продолжаем. Я хочу объявить следующего спикера. И я хочу позвать на эту сцену к фершелу Янину Юрьевну, трекера ВОЗ ЮНИСЕФ, консультанта по городному стадию. Пожалуйста, встречайте. Добрый день. В рамках фестиваля вам предстоит сегодня узнать очень много интересного. Но поскольку инициатором и организатором сегодняшнего фестиваля совместно благотворительным фондом «Усподевание» является коллектив родильного дома номер 4 города Запорожья. И нам очень захотелось познакомиться с вами поближе и рассказать о себе. Анна Владимировна уже достаточно ярко и замечательно рассказала о родильных домах города Запорожья. Но все же я займу немножко вашего внимания нам, нашему коллективу, есть чем похвастаться, есть чем гордиться. И поэтому я хочу предоставить вам презентацию о нашем замечательном коллективе. Мы действительно родильный дом улыбающийся ребенку. Уже более полувека Запорожский родильный дом номер 4 это клиника с давними традициями и самыми современными перинатальными технологиями стоит на страже здоровья матери и ребенка. Пожалуйста, лучше. С момента открытия, как я уже сказала, прошло более чем 50 лет, в нашем родильном доме родилось более 120 тысяч малышей запорожцев в ближайших районах Запорожской области. К нам приезжают с различных сел, поселков, городов Украины, не только Запорожской области. Проведено более 30 тысяч оперативных вмешательств самых различных, самых различных сложностей. И, конечно, спасены сотни тысяч жизней. Наш коллектив возглавляет акушер-гинеколог высшей категории, ведущий специалист по оперативно-эстетической эндоскопической гинекологии Бессарабов Юрий Николаевич. Поскольку родильный дом имеет такие давние замечательные традиции, он продолжает их, чтит, конечно же, чтит дело многих поколений главных врачей, которые возглавляли наш родильный дом, бережно чтит традиции клиники вместе с нашей замечательной командой, ну и активно ее развивает нашу клинику и продолжает развитие. Дальше, пожалуйста. Сегодня наш коллектив это 230 профессионалов своего дела. Это 60 врачей, 67 средний медицинский персонал, человек. Если еще 15-20 лет назад главный в родильных домах мы могли встретить только акушеров-гинекологов, пневматологов, анестезиологов, специалистов по ультразвуковой диагностике, акушерочек, медицинских сестер, санитарочек, то на сегодняшний день наш коллектив, он более широко представлен различными специалистами, различными профессионалами. Поэтому наряду с акушеров-гинекологами, анатологами, анестезиологами и специалистами по ультразвуковой диагностике у нас можно получить самую квалифицированную помощь эстетического хирурга, терапевта, врача-монолога, перинатального психолога, вы уже слышите, юриста, консультанта по грудному вскармливанию. Дальше, пожалуйста. Ну, мы очень гордимся своим коллективом, составом, прежде всего, калифеями запорожского родовспоможения. У нас есть специалисты, два человека у нас в следующем году. Продолжение следует... Продолжение следует...